Народная славянская радио Здравия, Роман! Да, доброго! Во-первых, хочу тебя поблагодарить за необыкновенные ощущения, которые сегодня я получила на этом концерте. Это удивительное действие именно. Я с самого начала начала подбирать слова, как же это можно назвать, как это называется. Думаю, ну это же идет как волшебство, потому что идет поток, и те песни, которые ты озвучиваешь, поешь, вот я по-другому не могу сказать, идет сотворение, в настоящем времени творятся сразу же те образы, которые ты даешь, любовь, пространство. Я вот долго думала, как же это назвать? Волшебство, волхование. А потом мне пришло такое слово, кудесник. Знаешь, кудесник, по моим ощущениям, это тот, кто несет и воплощает те мысли, образы, которые даешься. Да, возможно, это слово в своих корнях содержит, наверное, большую правду, может быть. Обо мне об этом я еще сам не знаю, хотя оно интересно. Вот расскажи, пожалуйста, как у тебя это получается? Вот тут сразу, с одной стороны, действительно есть доля моего присутствия и личного какого-то, но я всегда уверен, что происхождение культурных явлений такого вот концертного характера это, в принципе, некая матрица энергетическая, которую наполняет каждый присутствующий, может быть, в разной степени, но обязательно как некие проводники энергетические и без вот этого момента сотворения, конечно, будет и не концерт, и не поток, а что-то такое, типа репетиции, которые, ну, скажем так, за редким исключением обычно особо и не вдохновляют. То есть это не было бы таким вот актом благотворительности в самом правильном смысле, и чтобы все это было на энергии любви, которую, конечно, каждый по-своему немножко там чувствует, раскрывает в разных словах, но тем не менее, если она есть, то это чувствуют все. А любовь, она самая настоящая божественная сущность, которая нас пробуждает. Поэтому и получается, что человек в творчестве, в котором есть искренние образы, о самом настоящем, о нравственном, с помощью зрелых каких-то инструментов, то есть я очень много лет там и на гитаре играю и пою, там, и все с детства, по большому счету. Вот в сочетании все это вместе и дает тот продукт, так сказать, который приятен, полезен. Да, ты сегодня очень красиво говорил о любви. Я потому что вот готовлю сейчас программу еще одну, и я тоже вот думаю, что же такое любовь, да, как это обозначить, ты сегодня это замечательно озвучил. И я сегодня еще уловила такую вещь, что слушая твои песни, находясь в этом потоке песенном, можно спокойно запускать какие-то намерения, мысли, образы. Вот такое ощущение, что прям открывается вот какой-то портал. Ну, вообще песни, они так и рождались зачастую, как образы, желаемые для воплощения, потому что песня, как вид молитвы, является в первую очередь обращением к сущностям родовым, первоисточным, которые, как молитва, опять же, повторяюсь, они о самом, это своего рода разного спектра там и обращений, и просьбы, и благодарности, и озаренное состояние, но эта молитва, просто она опивается, проговаривается, или какой бы ни был стиль исполнения, она изначально была и остается сейчас вот в творчестве моем. В основном это как молитва. И поэтому оно как запрос в пространство. И ты, конечно же, реагируешь на это именно тоже как бы, как сказать, вот как намерение, запускание намерения. Да, и получилась вот сонастройка и запуск намерений на самые светлые песни, строго жизнеутверждающие. Очень такими... В настоящем времени озвучены, как и положено в лучших силах Волховании. Но расскажи, пожалуйста, как они у тебя рождаются-то, такие необыкновенные песни? Здесь применен такая установка, так сказать, на сотворение в таком обязательно возвышенном, светлом, нравственном ключе. И эта установка, она облагораживает и принципиально меняет суть того, что нам с детства было знакомо многим из той культуры, которой мы выросли. Которая, кстати, контр-культура неспоста называется, потому что она антиразумна, в отличие от настоящей культуры славянской, как многие сейчас уже, в общем-то, начинают понимать и открывать для себя. Так вот, настоящая культура, она изиждется на изначальной установке, на стремлении к свету, на... Опять же, к свету что такое стремиться? Это когда человек познал тьму или чувствует тьму, то он может стремиться к свету. Если человек чистый свет, ему можно к этому не стремиться. Но так как мы работали в эпоху Ночи Сварога, практически все творящие люди, то кто-то просто, так сказать, по манящим коммерческим причинам или еще каким-то не было, сочинял те образы, там их проводил, притягивал за уши, каждый по-разному, талантливый или менее талантливый, но которые с людей собирали энергию и приводили ее, как бы сказать, понижали вибрации людей, и на этом шла игра. А по большому счету все есть игра, и так же в светлых вибрациях, так же можно играть и наслаждаться потоками просветления и нравственного направления. Только это не будет опускать, это будет как минимум поддерживать, в лучшем случае возвышать, пробуждать. И такая задача, в общем-то, и ставилась, это осознанное творчество, потому что изначально я начинал, опять же повторюсь, как Ночи Сварога и положено было, просто в таком каком-то рок-н-рольно-философском каком-то таком жанре. Вот и хочется узнать, да, я понимаю, что так было, не всегда, не всегда такие песни. До этого чем ты занимался, и как тебе начали приходить рождаться вот именно такие песни потоковые? Рождаться начали после того, как я две серии книг прочел. Одна, даже может быть три, но две из них сильно повлияли. Одна, и не полностью серию, одну профессора Молдашева, а такие, «В поисках города богов», что-то такое, серия книг, которая, так скажем, намекнула на то, что мир не так прост, как просто жизнь в городе, в современном. Что мир гораздо-гораздо богаче, интереснее, там очень много вопросов. Ответов прям по большому счету в книгах не было, но вопросы правильные были о вечности, о предназначении, и много-много чего такого исторического, духовного. А потом, чуть-чуть, погодя, месяца на три позже, пришли книги «Извиняющие кедры России», где в достаточно целостной степени уже сформулирована такая картина мира, в котором бы очень многие люди хотели жить. Это мир, где род живет вместе, в живом пространстве любви в своем поместье, с живой природой совместно. То есть, по большому счету, известные людям изначальной культуры вечно темы, но современным людям зачастую нет источников, чтобы познакомиться. Тут вот замечательный источник пошел, и вот он открыл сам портал, так скажем. То есть, по большому счету, иногда не даже сами книги направляют человека, они просто открывают дверь, и эти книги могут быть разными. Хорошо, когда книги не принципиально религиозные, даже если они относятся к какой-то религии. А еще лучше вообще не религиозные, но это, опять же, очень относительно. Ну, нашлись ключи в виде книг, которые открыли это состояние. А там уже просто был какой-то опыт. То есть, можно сказать, что предположить можно какой-то опыт духовный в прошлых жизнях, или там, может быть, особо пробужденное состояние появилось, которое начало привлекать образы в поэтической форме. Опять же, почему есть кто-то, кто ритм поэтически чувствует людей, а есть кто не чувствует, или есть кто сильно хорошо чувствует. Но у всех по-разному, это от степени не всегда даже пробужденности. Иногда от накопленного опыта, опять же, по прошлым жизням. Но это одна из концепций. Тут трактовать можно как угодно. Главное, чтобы это нравилось, трактовка устраивала. Да, и несколько слов расскажи, пожалуйста, о других исполнителях, которые сегодня были, звучали. Потому что каждый удивителен по-своему. И вот Константин Волков, он, в общем-то, где-то в твоем же темпе. Я тоже почувствовала, что он строит образы своими песнями, да, несет. А вот легендарный Дмитрий, это вообще что-то уникальное. Потому что это человек, который... Я его назвала «Сказитель песен». Это прям сказитель. Вот у меня пришло такое название, когда я его слушала. Сказитель песен. Барт-сказочник, да. Потому что вот его способность преподносить, сказывать – это какое-то сказочное действие. Вот расскажи о них, пожалуйста. Да, и когда его слушаешь, возникает у меня ясность, что это именно русская культура. Прям такая русская культура. Даже не важно говорить о ее глубине, но это именно прямая, прямой поток вот такой русскости, такой в чем-то деревенскости, простоты, щедрости, открытости. И, так уже, более современный, без пафосности. Классный парень из Владимирской области. И он создает свое поместье. Очень мало подробностей о нем лично знаю, в основном встречаюсь в творческом потоке. Но вот знаю только, что он создает поместье. Сколько-то лет под Владимиром. Ну и он очень много-много лет имеет опыт выступлений самых разных, и на международных фестивалях, и на разных площадках по СНГ, и, по-моему, и за рубежом где-то тоже. Ну, у меня сегодня создалось вот прям четкое такое ощущение, что я сначала хотела сказать «рождается», а потом поняла «нет». пробуждается настоящий истинный вид творчества, который и должен быть, который должен собирать вот эти вот огромные залы концертные. Вот с ремаркой, слушатели наши, так скажем, никуда нас не денутся, но залы никакие, особо большие, может быть, даже и не нужны, потому что культура предполагает не столько скопление людей, сколько то же самое сарафанное радио. Пускай люди просто в принципе услышат, что есть творчество, как мы это сделаем, красивые какие мероприятия будут, даже не важно. Главное, чтобы они были красивыми и не столько громоздкими. Пускай это будет даже 100, 200, ну там, может, чуть больше человек, но чтобы это было в объемах нормального здорового ведения ведущими, потому что ведущие могут во время или после концерта и хороводы провести, это уже тоже практикуется повсеместно. Вот расскажи, пожалуйста, слушателям, где в Москве можно услышать вас, увидеть, пригласить. Если касательно лично меня, то очень много мест, где я иногда бываю, но так, что регулярно такие места бывают пореже. Ну, то есть вот здесь, например, в центре «Бесценные дары», раз в третий я, наверное, выступаю за зиму, за весну. И много клубов, где бывал я и по разу, и по два, и каких-то площадок, и каких-то ДК. То есть, скорее всего, интернет, он сейчас и служит роли, то есть даже неважно уже площадка или какой это центр, а главное, чтобы был творческий поток. Вот сейчас Здравклуб занялся творчеством «Солнечных бардов» и моим, так сказать, лично, хотя есть понятие «достояние народа», там, «достояние планеты», и некоторые из моих песен уже становятся народными. И так же, как у многих-многих «Солнечных бардов», их чуть ли не порядка трехсот насчитывается по СНГ, и у многих из них есть песни, которые уже становятся народными. Это просто проводники каких-то народных ценностей в песенной форме. Песни петь глупые, банальные и даже плохие, тем более, не хочется, а хочется какие-то такие эстрадного ли, этнического характера, или там фолк-рокового характера, но петь какие-то жизнерадостными, такими оздоравливающими, исцеляющими даже образами, текстами, и мелодиками красивыми, такими даже совершенно полноценными, можно сказать, даже в чем-то даже красивее, чем множество-множество популярных стилей, которые зачастую даже красивой мелодикой не всегда могут, так сказать, блеснуть. Я, в свою очередь, от всей души желаю, чтобы твой настоящий слушатель всегда находил тебя точно так же, как я сегодня нашла сама. Спасибо, что пришла. Да, и от всей души благодарю и за беседу, и за этот волшебный концерт. Ну и в завершении нашей беседы пожелай, пожалуйста, нашим слушателям что-нибудь. Слушателям, благодаря тому, что у нас весна наступает, желаю уравновешенного, здорового, творческого, любовного потока событий и успехов в тех светлых, добрых замыслах, намерениях, делах, которые вы осуществляете. Ну вот, так что дружи, будем здоровы и счастливы. Спасибо. Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать нашим слушателям присоединиться к тому сотворчеству, которое несут твои песни, и через твои песни сотворить свое прекрасное пространство любви. Напомню, что это была Елена Андреева и Роман Соколов. Да, Леночка, спасибо. Всего доброго. Быть добру. Так живут созвездия, так живет земля, так живут вода и небо, миру душ покров даря. Родственница горам, минерал живой, тело наполняет Божьей красотой. Тело храм, жизнь и храм для души, что верит в вечность. Это духа, причал, ты рожден для продолжения. Бесконечность, бесконечность. С именем любви, С верностью надежде, Вместе нам пройти, Раствориться прежде. Для тебя пою эту песнь живую. Ею пробужу, чувства оживлю я. Посреди огней душ спешащих, Множество идей в рай манящих, Я спою душой вдохновленной Истинной воды В жизнь влюбленной. О любви вода нам расскажет Не словами, а суть покажет. Принимая все для прощенья, Нас зовет вода в продолженье. Все мы для рассвета И летим в закат. В океане нежном Ливень роз и сок осад. В зеркалах друг друга Радуем сердца. Красотой сияем Звездам жизнь даря С именем любви, С верностью надежде, Вместе нам пройти, Раствориться прежде. Для тебя пою Эту песнь живую Ею пробужу, Чувства оживлю я. Посреди огней душ спешащих, Новшества идей в рай манящих, Я спою душой вдохновленной Истинной воды В жизнь влюбленной. О любви вода нам расскажет Не словами, а суть покажет. Принимая все для прощенья. Нас несет вода в сотворенье, В благодарность маме, Матушке земле, Можем мы очистить души И пропеть в воде Именем любви, С верностью надежде, Вместе нам пройти, Раствориться прежде. Для тебя пою Эту песнь живую Ею пробужу, Чувства оживлю я. Для тебя, Для тебя, Для тебя вода. Во здравие, Водички нашей! Народное Славянское радио. Все нужно, все важно.